День добрый, друзья мои! Продолжаем катать Евротрек Симулятор 2 версия 1.49. С вами Олег Драйвер, давай в дорогу. Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Нахожусь я на вымышленной карте Гранд Утопии. Она идет вот на таком островке. Она расположена плюс дополнение аддон к этой карте. Добавляет вот эту северную часть как бы на континенте. Это остров. Ну, раз обозначение буковкой F в скобках по грузу, отправление по приемке. И в моде обозначено, что это французский остров. Ну, вымышленный. Ну, пусть будет французская территория. У меня уже есть груз, повезем травы. Поедем куда-то вот сюда. 5 тонн. Значит, произошли кое-какие изменения. Свою скамейку третьей серии я отдал другу. Он будет делать проект. Затюнет ее. Потому что машина у меня была в идеальном состоянии. Ничего капитально делать там не надо. Только шлепай на ней. Очень новенькая. Мне подогнал. Вот такая у нее машина была. Тоже капитально отремонтированная. Вот такая замечательная тачечка. 420 что ли лошадей. 12-я коробка скания. Да, R-ка 420-я. Классная машина. Всегда скани нравились. Ну, эта машина будет у меня временно. Хорошего пути. Временно. Надо ехать за грузом. Поехали что ли. Зеркала очень большие. С одной стороны, это удобно. Хороший обзор. Но, с другой стороны, за ними фуру можно спрятать. Вот когда вот так едешь, пришлось максимально подвинуться назад и маленько расширить угол обзора. Чтобы хоть чуть-чуть за зеркалами было сбоку немножечко видно. Вот это лопухи. А просто чудовищные лопухи. Поверните налево. Уже. Так. А, у нас левостороннее движение. Поверните налево. Я успел. В отличие от предыдущей скании, от троечки, здесь зеркала не дают такого сильного искажения. Вот левое зеркало, но нормальное изображение дает адекватное. Ну, конечно. На таких лопухах-то тут с такими лопухами-то откуда проблем там взяться. Так, вот на тот островок едем. Небольшой. Будем забирать груз. Очень хорошее скание. Блин, мне вот эти зерки всегда нравились. В огромных количествах они разбежались по всему миру. Успели, успели. Много очень их работает в России. Но сейчас компании, которые предпочитают более новые траки, избавляются. Компанийские машины накатывают огромное количество километров. Сотни тысяч. Миллионы. Успешно прибыли. Авареечку. Зачекинемся. Ну, а поскольку миллионы километров хоть какая надежная машина она не будет, она все равно будет все чаще и чаще ломаться. так. Что у нас? Так, у нас Шварцмюллер Реф. Ну, давай возьмем вот этот. Другой коллайнер возьмем и давай возьмем с полетниками. В принципе, без равенства. Те же самые пять тонн будут. Так, свежие травы. Ммм, какие травы. Ай, ганджубасик. Ну, что же. Давай, я надеюсь на нас никто не нападет. Нашу травку не отберет. А, так, кому-то нахер надо тут отбирать во Франции. Сейчас это все легализовано, да? Или вот в Европе еще не везде. Так. Ага. Ага. Ну, тут как обычно надо будет сейчас перед тем, как состыковаться надо будет малеха корму приспустить вниз. Подушечки малеха стравить. Так, 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 так. Перебор. Так, опускаем вниз. Кабина немного поднялась. Приятной поездки. Пойдем цеплять. Сейчас все проверим. Так, сразу же поднимаем в транспортную заднюю телегу. Все. Сейчас зацепимся. Проверим светотехнику. Все как все как полагается. отлично. Отлично. Закронно. очень хорошая штука вот эту вот придумали, да? когда машина когда машина упирается на загрузке на пандусе там такие стоят как подушки такие резиновые, да? Вот типа наподобие вот этих. и по ним и по ним так машина когда заезжает кара при загрузке или при выгрузке ничего не обдирается. Все отлично, все хорошо. машина на этих катках туды-сюды и туды-сюды и маленько качается. А лучше конечно подушки не напрягать а спускать их. Ну это не я придумал это я у кого-то такой совет слышал. но это еще зависит от того какой высоты пандус. Если он и так достаточно высокая если ты еще и опустишь то зимой при попадании при нахолоде да еще где-то снег попадет проблематично будет выезжать на электрокария я давно работал на базе Орса у нас в поселке еще до того как мост через часовой сделан был и у нас была электрокара ну бывало вот электрокара что-то у нее колеса ведущие ну получать передние да под вилами там не было камеры не без камерки просто цельная резина то есть ноль сжатия у нее и если попадал маленько снег очень проблемно было ну панду с песком подсыпали ну вот как-то так так навигация навигация посмотрим навигации куча разных проблем было боже боже я рассекретил место жительства так мы сейчас едем прямо вот этот мост хочу открыть а что мне навигацию ставлю а ни хера а я хочу мост открыть так и чё так ладно а ну это если бы так то так а так туда не надо поедем о давай вот этого дорожника откроем сюда сюда проедем здесь вот эти живописные места и вот наш пункт назначения так ну вот сюда надо будет заехать надо будет заехать да машинка конечно классная скалейка вообще чётенькая такая так ну что с богом поехали так 5 тонн можно сразу первую повышенную вычисление нового маршрута развернусь куда разворачиваться парковки прям плотные такие чисто по европейски установка автобусная установка автобусная так по-моему турбина что-то громковато да как вы думаете засвистывает прям так турбонаддув давай чутка убавим звук дизеля выхлоп я уже убавил вот это скания звучит громче чем моя предыдущая троечка приготовьтесь к повороту налево не-не-не-не мы прямо едем мы едем на мост а вот и не угадала расчет нового маршрута 420 бодрых лошадок да и грустное мнение 5 тонн то вообще ни о чем травка свежая травка в горшках что ли она там еще новый маршрут не надо не развернусь бесполезно ищу новый маршрут вычисление нового маршрута тогда возможно развернусь сука расчет нового маршрута изменения маршрута погодка так и шепчет бросай эту работу и давай-ка ты на отдых а не в смысле вообще эту работу конкретно бросай типа не пора ли нам отдохнуть да мы капец как устали так а чё все направо едут ну по правилам получается правостороннего движения занимать надо основную правую полосу да но в принципе мы вроде как вот перестроились уже сейчас получается должен я справа сейчас ехать на левостороннем слева получается полосы должен держать так что там такое кпп так шлагбаум а где этот а как он пропускает а вон мы этот есть маркер а почему слева нету а если бы я левую полосу держал бы сейчас почему поставили маркер только с одной стороны скажи да вот как бы я сейчас из за мной бы встала бы куча народу а я ехал бы слева может быть я пропустил знак грузовые только справа а я могу я могу пропустить такой знак я же сама внимательность образец образец так что у нас там за капельки на стекле пытаются появится держите затем продолжайте движение кажется дождь собирается вот здесь конечно стеклоочистители так стеклоочиститель размер так размер вот как махнул этими опахалами огромными опахала и сразу все стекло чистое а вот то есть скамеечки дворечки то маленькие были малюхие приготовьтесь к повороту направо поверните направо поверните направо так где поворот налево будет ага перестроимся за грани держитесь левее затем поверните налево так нам сюда налево поверните налево ну конечно надо опять фпс поправлять еще нормальная погода была вроде не громыхало ничего откуда дождь взялся не сказать что тут вроде ветерок свеженький не сказать что прям влажность такая что прям влага конденсируется в пасфайре и безо всяких туч поливать начинает типа грибной дождик вторник примерно так в третьем часу я появлюсь на месте выгрузки пять километров еще ехать живописные места зато посмотрим а сроки здесь по доставке такие щадящие свист турбины напрягает нет посвистывает как бы мне особо не мешает название такие что язык сломаешь свой французский я пропустил кинокамеру в рот и и компот собака серая вот жишь зараза как я мог мы ладно вовсе нет ну так то жаль даже очень жаль надо впредь повнимательнее но дождик маленькая общий вид будет портить надо на навигации повнимательнее смотреть эти знаки здесь очень хорошо видны и и и и и и и и и как все качественно сделано в который раз уже говорил мелочей здесь нет классная карта очень красивая а вот и маркер и эти дождь идет но вот эти облака уже такие более дождевые на кольце первый съезд хотя бы тихо 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 сейчас съесть и так что мы тут открывать будем сейчас так кадровое агентство справа так и мне надо сейчас заехать и развернуться далее будет тупичочек надо заехать на разворот а чё у нас знак вопроса тут не открылся автосалон то вы чё своих не узнали вам как как надо вообще открывать заходить что ли к вам надо вот только тогда собака сера да сейчас только новые скамейки есть очень дорогущие это низенькая рука стоит хреновую тучу денег еще и движочек или или 370 стоит 120 тысяч офигеть ну вот это так тоже 370 до почти 100 там 118 почти 120 уже без 500 но если уж брать разница между ними небольшая то конечно лучше скубрать все-таки по комфорте и с ровным полом тоже маленькая жирка ну из новых вот если новая ска нету мне вот это нравится эска и так далее нет денег у меня все равно нету поэтому поэтому поехали дальше на кольце первый съезд как скажешь сейчас съедьте так столько текстуры вокруг вот видать можно же сделать хорошую хорошую оптимизацию шестьдесят по супа я с 62 можно же сделать нормально тоже деревья в хреновую туча травушка муравушка зеленая моя кругом кустарник трава цветочки цветочки так где-то тоже направо приготовьтесь к повороту направо поверните направо так и куды тут дальше 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 в конце получается на кольце первый съезд и и сейчас съездите вот сюда приехали сейчас на выгрузку дальше направо и там вот парковочка торговый центр такой уж ты так это мне надо вот болин твою чтоб тебя о нормас хочу расстраиваться еще и дровняться надо о господи где лофта все четенько легонько нормально слушаю да аккуратненько ближе подъехал сюда раз ну такие дворики как раз это для вот таких европейских траков и при том это еще не самые короткие бывают еще чуть короче хотя куда короче уже но на американцы пришлось бы вот там вот разворачиваться и слева плеча сюда заезжать заехать заехал бы этот еще дворик не такой маленький так ты долго будешь болтать так прицепочка давай с травушкой муравушкой что нам сейчас так давай пока сейчас тут тут же прямо здесь на территории встанем обед у меня уже был время мало третий час еще до конца дня еще сколько трейсов сделано до того как ну пока тут встанем надо отсюда подальше здесь машина разворачивается поэтому давай-ка тут мы точно никому не помешаем так вот здесь всего отлично ну что ж друзья спасибо за просмотр спасибо что были со мной оставляйте комментарии оценивайте это видео подписывайтесь на канал бейте в колокол чтобы в курсе выхода следующих новых видео переходите по ссылкам под этим видео на мою страницу вконтакте на мою страницу в фейсбук там полно скринов по евротрак по америке по суровой россии заходите добавляйтесь буду рад всем спасибо пока пока увидимся до новых волнующих